Всем привет, с вами AppleTem, ребят, совсем недавно была презентация Apple Watch, MacBook, в общем, Apple показывала нам новые устройства, которые будут в этом году. На момент презентации я ехал из Днепропетровска в автобусе в Харьков, и презентацию я пропустил. Сидел в автобусе, думал, блин, пропускаю презентацию, как херово. Потом приехал домой, открыл YouTube и посмотрел, что Vilsacom, Apple Explosion, Apple Expert, все выложили видео по поводу Apple Watch, по поводу MacBook'ов. Ну и, в общем-то, стало интересно посмотреть, что там. Был очень большой хайп по поводу Apple Watch, ну и мне стало интересно, что же там такого, что я не увидел. То есть, захотелось посмотреть и понять, что такое Apple Watch. В этом эпизоде мы поговорим о Apple Watch в частности, о MacBook'ах не очень поговорим, потому что там, в принципе, только один Air, ну, в принципе, все. Поэтому об MacBook'ах мы говорить не будем, просто скажу, что он стоит просто дохерище, и он очень крутой. Вот в целом и все. Поговорим только о Apple Watch. Итак, ребята, это видео, возможно, в какой-то степени будет веселое, но в какой-то степени и нет. Лично у меня мнение по поводу Apple Watch такое двоякое, что-то непонятное. Ну и в целом, я не знаю, может быть, это сделать видео черно-белым или лучше цветным. Да нет, пускай будет черно-белое. В общем, все не важно. Важно Apple Watch. Что такое Apple Watch? Это продукт, который все ждали давно, который приписывали Apple еще очень давно. Ну и в итоге мы увидели первыми умными часами от Samsung. То есть Samsung такие, наверное, в своей штаб-квартире сидят, так думают, кто же, кто же, кто же, кто же, кто же будет первый? Нам нужно сделать часы быстрее Apple. Сунь пень Watch. Твоя фамилия больше всего похожа на Watch. Ты, сука, делаешь часы. И вот он сделал. Получилось в итоге вот это. Не очень, мягко говоря, вышло, но это было первое поколение. Там уже второе поколение есть, если не третье, я ничего не путаю. Самое главное, они угадали. Часы они сделали такими прямоугольными, и поэтому они не круглые, как, впрочем, и у Apple. То есть... Такие дела. Вообще гениально поступили в LG. Они сделали и круглые, и прямоугольные. То есть, как бы, у нас есть все. Мы круче. Но нет, выходит Apple Watch, и вот представьте, это рынок часов, это Apple Watch. Вот просто вот так будет. Я вам серьезно говорю. Apple Watch просто взорвут этот рынок часов. Apple Watch будет продаваться намного больше, чем все часы вместе взяты. У Apple Watch будет больше поклонников. Все захотят эти Apple Watch. Ну, в общем, это понятная ситуация. Мы говорим о Apple. Это нормально. Мы к этому привыкли. И в целом, ну, Apple, это что ли, показатель для других компаний. К этому показателю стремятся абсолютно все. Но почему так все двояко? Почему вот лично мое мнение по поводу Apple Watch не такое уж и положительное? Все дело в том, что первое, это цена. По-моему, минимальная версия Apple Watch будет стоить, если я правильно помню, что-то около 350 долларов. Прибавьте на ценку к нашему рынку и получим где-то 450 за самую минимальную версию. Это просто дохерище. То есть, за эти деньги можно купить охеренные круглые часы, которые просто покажут время. Ты заведешь будильник, посмотришь, я не знаю, время в разных часовых поясах и все в таком духе. Но мы хотим Apple Watch. То есть, как бы, непонятно зачем, но мы этого хотим. Я знаю, вам кажется, что я сейчас пытаюсь как-то обосрать Apple Watch и все в таком духе. Но на самом деле нет. Я даже думаю, что я, возможно, и куплю эти Apple Watch. Просто потому, что, ну, это действительно крутой продукт и все в таком духе. Но просто сейчас нет того понимания, зачем они нужны. На презентации показали, как с этими Apple Watch можно обмениваться пульсом, можно принимать звонки, смски, общаться с Siri. Даже стопудово Angry Birds на них выдвинутые. Будем играть на часах на вот таком милипиздрическом экране в Angry Birds. Но, знаете, ну как-то не тронуло, что ли. Просто потому, что первое, что отполкнуло, это батарейка. Батарейка там такая, что вы будете заряжать Apple Watch один раз в день. То есть каждый вечер вы приходите, ставите Apple Watch на зарядку. Два с половиной часа они заряжаются до 100%. И потом вы их можете использовать опять. То есть как бы каждый день приходишь и ставишь на зарядку. По-другому никак. И за это ты платишь деньги. Плюс к тому, ты можешь обмениваться пульсом. На кой хрен? Ну, непонятно. Непонятно. Просто надо их подержать, потыкать. И только тогда ты поймешь лично для себя, надо оно тебе или не надо. Пока что я склоняюсь к тому, лично для меня, что это мне не надо. Но надо посмотреть ближе. Ни в коем случае не надо унижать Apple Watch. Это классный продукт. Рынок умных часов полнится новыми часами. Но в целом Apple выходит на этот рынок. И серьезно, будет просто бедный рынок. Apple Watch займут свою нишу. И вот уже во втором поколении Apple Watch это будет круто. Будет крутая батарейка. Будет, наверное, больше функций. Но в целом вот второе поколение нужно ждать. И второе поколение определенно нужно брать. Больше всего забавляет, как другие компании пытались быстрее занять этот рынок. То есть они там такие бегали, бегали, бегали. Пытались это все дело быстро собрать. В многих получилась какая-то лажа в первых поколениях. Только во вторых поколениях часы от других компаний становились нормальными. К примеру, вот Samsung. Первое поколение был вообще полный отстой. Но во втором поколении это уже такое. Стало что-то более-менее ощутимое и понятное. Что касается Apple Watch, это уже совсем другой уровень. Часы от Apple будут крутые сразу с первого поколения. Но с другой стороны, опять же, как я уже говорил много раз, непонятно ничего. Но нужно их поддержать, посмотреть на них ближе. И только тогда делать какие-то выводы по поводу этого всего дела. Но второе поколение определенно будет классное. То есть, ребят, вот такие вот мои впечатления. Что вы думаете о Apple Watch? Пишите это все, ребят, в комментариях к этому видео. На этом, ребят, все. Вопрос-ответ будет, думаю, на следующей неделе. Если ничего не изменится, то и ставьте ваши пальцы вверх. На этом все. С вами был AppleTem. И вот впервые подписывайся на канал, ставь свои пальцы вверх. Завтра итоги конкурса на iPhone 5s. Так что ждите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok